Вик Полик, важно, чтобы наших политзаключенных, да и нашу страну в целом не забывали в мире. Андрей, вы делаете важную работу. Но все как-то пытаются, да. Хотя тоже есть странности. Я вам сейчас расскажу и, может быть, попрошу вашего участия. Я тут до вечера задал вопрос людям из Координационного Совета. Знаете, да, реформируется Координационный Совет, там люди. Я говорю, хорошо, вот сформирован орган, на котором с таким, с такой гордостью отчитался кабинет Светланы Тихановской и сама Светлана Тихановская. А именно создана контактная группа белорусов и белорусских дипломатических сил и Европы. То есть Совета Европы, Европейского парламента, Европейских структур. Я говорю, а где можно увидеть список этой группы? А оказывается, нигде. Нигде. Засекреченная группа. Я говорю, подождите, как так? Ну, там формально объявлен руководитель Остапенко, Владимир. А так списка нет. Я говорю, как так? Подождите. Эти люди должны представлять белорусов, белорусское общество, белорусский народ в отношениях с Европой на официальном уровне, на уровне Европарламента и Совета Европы. Создают там офис. Можно узнать список людей, которые представляют белорусов? Нет, нельзя. Почему нельзя, спрашиваю. Потому что эти люди желают оставаться анонимными. Я говорю, слушайте, это что у нас будет когда-нибудь парламент, в котором будут анонимные депутаты? О чем мы вообще говорим? Как человек, который идет на публичную дипломатическую деятельность, может оставаться анонимным? Может это просто не его работа? Ну вот так, не скажем. Поэтому я вот тоже, слушайте, вот если бы у нас действительно был рух, это в принципе не могло бы быть, потому что всех бы их людей, а это самое важное сейчас, что может быть, представление белорусов на международной арене, официальное, да? Самое важное, это публичная дипломатическая работа. Их бы выбирали там члены этого руха, да, правильно? Ну или полномочный орган этого руха. Все были бы понятны, вот лучше наши интересы, вот лучше Вася представит или Коля, да? Здесь это тайный, тайный список какой-то, который они не хотят никуда опубликовать, нигде ничего показывать. Какие-то там теплые места создали, да? Кого-то туда назначили и молчат, кто эти люди. Это нормально. Я говорю, слушайте, вам что, мало было скандалов с этим НДА и с Черной книгой Беларуси? Все равно все всплывет. Все равно все всплывет. Особенно, когда речь идет о публичных должностях. Дипломатия, представление интересов белорусов – это публичная деятельность. Тем более, это ж не в ЦРУ группа создана, не при ЦРУ, не при МОСАДе, а при Европарламенте, при Совете Европы. Нет, нельзя. Поэтому, друзья мои, если у вас будут какие-то контакты тоже с офисом, с НАУ, с кем там, с этими всеми, задавайте этот вопрос. Что это с Ковалевским, со всеми там людьми, с Вечеркой Добровольским? Задайте вопрос. А список, где посмотреть людей, которые представляют белорусов на международной арене? Вопрос. Ну, они что, стесняются белорусов? Они стесняются, что белорусы какие-то им неприятные вопросы зададут. Вы же их представляете? Вы должны к ним выходить, говорить, белорусы, дорогие, чем помочь? Какие у вас запросы? Давайте я в Европарламент передам. Нет, они скрываются. Поразительно, просто, просто поразительно. Вот я иногда думаю, ну, закончится этот идиотизм, абсурд когда-нибудь в наших демократических силах. Нет, оказывается, есть еще резервы, понимаете? Оказывается, резервы еще есть. Вот. Да, Дали, вот, предполагает, им просто нечего сказать. Ну, их и не просят пока никто ничего говорить особо. Но, ну, скрывать, как можно скрывать такое от белорусов? Викт Полик пишет, кабинет варит свою кашу, мы ему не нужны. У них свои спонсоры, свои заказчики, свои задачи. С нашими проблемами и бедами уже не пересекаются. Да, такое ощущение, что мы создали, значит, кабинет, мы создали офис, мы создали еще что-то. Давайте, вот, белорусы, дорогие, вам вообще ничего не надо знать. Вот мы создали целый офис при Совете Европы белорусских демократических сил. А кто туда входит? Тайна. Тайна. Тайна за семью печатями. Об этом будут знать только депутаты Европарламента. А белорусам это знать не обязательно. Конечно. Конечно, сто процентов. Я так и думаю. Вот. Да, вот пишет Викт Полик, круг будет, альтернативы нет, результата нет. Сто процентов. Все равно к этому придет. Я понимаю их нежелание, ни общественного контроля, ни то, чтобы люди что-то где-то выбирали, ни этих лифтов, да, социальных. Я понимаю это нежелание. Я все прекрасно понимаю. У них все и так хорошо. Зачем делать еще лучше, когда все потрясает? Они уже смирились с тем, что в Беларуси режим не поменять. Они уже делают, ну, некие такие, да, вещи, которые просто, это называется, больше теплых мест. Да, больше. Давайте создавать больше теплых мест. Хорошо. Согласен. Прекрасно. Ну, все равно альтернативы нет. Все равно к этому придет. Все равно к этому придет. Вот. Хорошо. Но есть и хорошие, видите, новости. Это то, что усиливается батальон Кастуся-Калиновского, усиливается мощью киберпартизан. Я считаю, что это замечательная новость. Хоть какие-то объединения происходят. Вот такое объединение. Калиновцы и киберпартизаны. Киберпартизаны это, я так понимаю, там группа анонимных таких хакеров, которые обладают достаточно большими базами данных. И могут смотреть, там, у них паспортная база данных есть. И все эти базы МВД и все остальное. Ну, и могут взламывать. Пусть будет. Это неплохое объединение. Молодцы. Ну, как бы, это усиление. Усиление все равно нашего белорусского добровольческого движения. Вот. Я знаком, потому что она здесь в Америке, с этой Ульяной Шамаховец или как там она. Очень неглупый человек. Интересная такая девушка. Пообщались один раз. Но, ну, молодцы, что могу сказать. Ну, вот. То есть, я не знаю, там, какие задачи, цели будут выполнять киберпартизаны в рамках этого объединения. Но само объединение – дело хорошее. Всегда. Усиление – дело хорошее. Ну, вот, 920 человек нас смотрит. Пока только 100 лайков. Вот сейчас, я думаю, время сделать паузу, поставить лайк, друзья мои. Это очень важно для того, чтобы другие люди увидели нашу поздравительную передачу. Поздравляем с ЗСУ. Я думаю, что это было бы очень полезно. Вот. Благодарю тех, кто это сделает. Ну, и опять же, если вы хотите поддержать сам канал наш, то его можно сделать двумя способами. Стать платным членом, там, буквально 3 копейки. А на этих выходных я уже смогу провести закрытый стрим для наших, именно, подписчиков на Патреоне. И вот здесь платных наших, дорогих зрителей, вот, у которых такие цветные аватарки. И также подпишитесь на англоязычный канал и посоветуйте его вашим англоязычным друзьям из разных стран. Ссылка в описании. Вот. Спасибо тем, кто это делает. Так. Что вы пишете? Ирин. Думаю, что белорусам оставшимся в стране уже не на что рассчитывать. Этот кабинет понимает и просто нашел способ выживать за рубежом. Ну, да, такие тоже бывают случаи. И та же Рада БНР, она, вон, сколько там лет, с 19-го года за рубежом и как-то существует. Ну, то есть, смотря какая цель у кого. Вот у меня есть ощущение, что цель победы уже так не самая важная. Самая важная уже цель как-то наладить бытовуху, наладить существование. Андрей Табаленко дякуй поддержал украинскую армию, написал «Слава Украине! Живе Беларусь!» Согласен с вами. Согласен. Вот, да, лепест. Вот если по чесноку, да просто они очень уютно устроились. Ну, настрадались, устали в РБ, а сейчас у них все в шоколаде. И уже душа засинеохую не болит так остро. Ну, болит, но и за шоколад болит, и за страну болит. За все болит. Вот. За все болит, но на расстоянии. Так. Алекс ЭС. У РАДы БНР была цель популяризации альтернативной РБ за границей просветительской деятельности. Согласен с этим абсолютно. И они, кстати, довольно успешно с этим справлялись. Вообще белорусские диаспоры, особенно и канадские, и американские, они сохранили. Вот этот нерв белорусскости, белорусского языка, культуры, им удалось пронести этот огонь через и коммунизм, и лукашизм. Они огромные молодцы. Но совершенно понятно, что они уже не связаны, РАДы БНР никак не связаны с реальной политической борьбой. Ну, уже все, они другим занимаются. Это просветительский институт. Вот когда будет нормальная страна, вот из РАДы БНР, и там ее, это надо будет делать такой ГЁТ-институт, да, только для Беларуси. Или институт польский, да. Вот такая РАДы БНР, просветительский институт за границей. То же дело, я не спорю. Но они хотя бы даже не претендуют, что у них идет какая-то политическая борьба. Так. ВВВ, дякую вам за подтрымку украинской армии и наших добрах. Хватников, живя Беларусь, слава Украине. Дякую вам, поважанники. Вот. Алексей, было интервью на Белсате. Ивонки Сурвил, ей очень понравилась Тихановская. Она сказала, что Тихановская занимается тем же, что и РАДы БНР. Согласен. Тихановская занимается тем же, что и РАДы БНР. Этим можно заниматься столько же, сто лет примерно, как и занимается РАДы БНР. Согласен. И повторяю, я посмотрите на интервью, его посмотрел. Очень действительно такие материнские нотки в словах Сурвил. Большая поддержка. Она там так жестенько наехала на Зянон Станиславовича. Сказала, что если тому мерещатся везде, значит, эти агенты КГБ креститься надо же. Ну, я не цитирую, а вот по смыслу. В общем, там хорошенько его так отпинало. Ивонка, видать, не очень хорошие у них отношения сложились за границей. Но, тем не менее, тем не менее, оба и Поздняк и Сурвила – это легенды белорусского руха. И огромные молодцы. У меня большой респект перед ними. Вот. И повторяю, ну, с точки зрения вот такой международной просветительской деятельности, Светлана Тихановская, да, это сейчас Рада БНР. Но кроме просветительской деятельности еще все-таки важна политическая борьба. Политическая борьба и политическое объединение белорусов. Тут проблем гораздо больше. Продолжение следует...